Хе-хе-хе, может поиграешь со мной? Приятного просмотра! Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о фильме «Оно». Эй, тебе здесь понравится! Когда маленькая Лори Энн возвращалась домой, во дворе ее поджидал жуткий клоун. Он прикончил свою жертву. Расследовать убийство приехали полицейские. Еще тут вертелся местный библиотекарь Майк Хэнлон. Лори Энн была не первой жертвой, и Майк начал подозревать худшее. У дерева он заметил фотографию мальчика по имени Джорджи, который умер 30 лет назад при загадочных обстоятельствах. В этот момент Майк понял, что оно вернулось. Когда Хэнлон был подростком, он с друзьями уже сталкивался с этим существом. Они победили монстра, но обещали собраться снова, если тот вернется. Тогда Майк позвонил всем членам клуба неудачников, так они себя называли в детстве. Первым он набрал номер Билла Денбро. Повзрослев, Билл покинул Дерри и стал успешным писателем. Он писал страшные истории, как Стивен Кинг, и был женат на женщине по имени Одра. При этом Билл совершенно забыл о том, что случилось 30 лет назад. Но ему пришлось вспомнить, когда позвонил Майк. Билл снова вернулся в тот день, когда погиб Джорджи. Ему не здоровилось, но он сделал кораблик для младшего брата и отправил его гулять под дождем. Джорджи запустил кораблик, и тот упал в ливневую канализацию. Оттуда выглянул клоун и заманил мальчика к себе. Позднее Джорджи нашли мертвым. После похорон у Билла начались видения. Сначала ожил фотоальбом с фотографией брата, а затем он начал кровоточить. Но никто, кроме него, не видел этого. Вспомнив все это, Билл собрал вещи и, ничего не объясняя супруге, отправился в Дерри. Следующим на очереди был Бен Хэнском. Уехав из родного городка, он стал преуспевающим архитектором. Но после звонка Майка готов был свести счеты с жизнью, лишь бы не возвращаться в этот кошмар. В юности Бен был толстяком. После смерти отца он приехал в Дерри с мамой. Придя в класс Билла, Бен сразу не понравился группе хулиганов во главе с Генри Бауэрсом. Зато ему улыбнулась девочка по имени Беверли Марш. После уроков Бена поймал Генри с дружками. Они попытались порезать его ножом, но Бен свалился во враг, а потом спрятался в водосточной трубе. Неподалеку отдыхали Билл и его друг Эдди. Когда хулиганы ушли, Бен вышел к ним. Узнав, что ребята строили плотину, он предложил помощь. Через некоторое время Бен поссорился с мамой и вернулся сюда. Тут он увидел погибшего отца, который затем обратился к лоунам. После этого из воды вылез скелет и попытался схватить Бена. Так он впервые познакомился с монстром, обитающим в недрах Дерри. После Бена Майк позвонил Беверли Марш. Она работала и жила с мужчиной, который не уважал ее и периодически унижал. Майк дозвонился до нее, когда Бев находилась дома. Услышав о возвращении того существа, она начала собирать чемодан, но любовник ударил ее и приказал остаться дома. Тогда Беверли забросала его баночками, стоявшими на столике для косметики, и тот понял, что лучше ей не сопротивляться. В детстве Бен влюбился в Беверли с первого взгляда. Поэтому он сначала подкинул ей под дверь стихи собственного сочинения, а потом позвал ее с собой строить плотину. Увидев Билла, Бев решила, что это он подложил ей стихи. К ребятам присоединились еще двое. Знаменитый шутник Ричи Тозер и его друг Стэнли Урис. Они сделали отличную плотину, а потом разошлись по домам. Тут Беверли услышала детские голоса из слива раковины в ванной. Затем оттуда появился шарик. Когда он взорвался, все вокруг забрызгало кровью. Но отец, которого позвала Бев, ничего не увидел. Пришлось ей соврать, что ее напугал Большой Паук. Эдди впервые познакомился с клоуном, когда учитель физкультуры заставил его принять душ после урока. Мама запрещала ходить в школьную душевую, где много заразы. Но Эдди все же пришлось это сделать. В этот момент начали происходить странные вещи, а затем из слива появился жуткий клоун. Сейчас Эдди уже повзрослел и забыл все, что тогда происходило. Однако звонок Майка Хэндлона заставил его бросить дела и отправиться в Дерри. Жизнь Ричи тоже сложилась удачно. Он стал известным комиком, но услышав голос Майка в телефонной трубке, Ричи стало не до смеха. Он тоже бросил все и поехал в родной городок. Его первая встреча с клоуном состоялась в школе. В тот день Ричи повздорил в столовой с Генри Бауэрсом, и его заставили мыть пол. Возьми тряпку мистера Марша и убери здесь все. Ричи пошел за шваброй к уборщику, но не найдя его спустился в подвал. Здесь на него напал оборотень, который потом обернулся клоуном. Ричи сбежал. Через некоторое время он все рассказал друзьям. Те поделились с ним, что тоже видели клоуна, и он до жути напугал каждого из них. Последним монстра увидел Стэн, и ему еле удалось сбежать от него. Майк Хэнлон вступил в клуб неудачников позднее остальных. Он увлекался прошлым города, и выяснил, что за всю его историю в Дерри происходило много загадочного и пугающего. Майк был новеньким, и его тоже решили побить Бауэрс с дружками. Однако он сбежал и встретил Билла и остальных в карьере. Ребята решили дать отпор банде Бауэрса и закидали их камнями. Те отступили, но Генри пообещал расправиться с этими неудачниками позднее. С этого дня друзья и стали называть себя клубом неудачников. Майк показал остальным старые фотографии Дерри из своего альбома. На одном из них был клоун по имени Пенни Вайз. Это существо обитало в недрах города уже более 200 лет, и время от времени выбиралось на поверхность, чтобы найти пропитание. Когда взрослый Майк позвонил Стэнли, тот не выдержал жуткой новости и самовыпилился. Он стал первой жертвой Пенни Вайза, который вознамерился забрать жизни всех членов клуба неудачников. За 30 лет до этого друзья приняли решение уничтожить клоуна и остановить убийство. Они потренировались и выяснили, что Беверли стреляет из рогатки лучше всех, поэтому Ричи вручил ей фамильное серебро, украденное у матери. Он был уверен, что Пенни Вайза можно убить серебряным снарядом. Когда ребята спустились в канализацию в поисках монстра, за ними последовали Бауэрс с дружками. Они незаметно поймали Стэна и отвели его в сторону. Но тут на прихвостне Генри напал Пенни Вайз в своем истинном облике. Их он убил, а Бауэрса оставил жить. После этого случая Генри посидел и тронулся умом. Его отправили в сумасшедший дом. Когда Стэнли вернулся к своим, они взялись за руки, чтобы монстр не схватил их. Друзья понимали, что это существо по какой-то причине боится их, и когда они вместе, оно становится особенно сильным. Пенни Вайз принял свой истинный облик и сбил их с ног, а затем наслал галлюцинации. Он воплотил их самые жуткие страхи, чтобы они разорвали круг. Однако ребята по-прежнему держались за руки, и тогда клоун схватил Стэнли. Беверли попыталась прикончить монстра серебром, но обронила один снаряд. И пока она готовила второй, Эдди пальнул в Пенни Вайза из своего ингалятора лекарством от астмы. От него у клоуна начала плавиться кожа, а потом Беверли выстрелила ему в голову, и Пенни Вайз сгинул на долгие годы. Вернувшись в Дерри, Билл посетил могилу брата. Тут он увидел Пенни Вайза. Клоун уже выкопал могилы для всех его друзей, кроме Стэнли, ведь он уже был мертв. Но это оказалось всего лишь видением. Поняв это, Билл отправился в библиотеку к Майку. Тот пригласил старого друга к себе и подарил велосипед. Точно на таком же Билли катался в детстве. На нем он увозил Стэна от Пенни Вайза, когда тот впервые показался мальчику. Вслед за Биллом в Дерри приехал Ричи. Когда он пришел в библиотеку к Майку, у него начались пугающие галлюцинации, и ему пришлось сбежать. Вернувшись в родной городок, Бен тоже столкнулся с прошлым, и его тоже посетили видение. Он снова побывал во враге, где они с друзьями делали плотину, и в очередной раз увидел мертвеца. Приехав в Дерри, Эдди вспомнил свой визит в аптеку за лекарством от астмы. В этот день аптекарь сказал ему, что у Эдди астмы нет, но раз уж его мать убеждена в обратном, ему дают смесь воды и камфоры. Чуть позже он этой смесью брызнет в лицо Пенни Вайзу. Вернувшись в аптеку 30 лет спустя, Эдди увидел того старого аптекаря. Он был болен, и когда Эдди решил с ним побеседовать, вместо аптекаря с ним заговорил Пенни Вайз. Он предупредил его, как и остальных членов клуба неудачников, чтобы убирались из Дерри, пока еще могут. Когда Беверли вернулась домой, она решила навестить отца, но новая хозяйка дома сообщила, что он умер 5 лет назад. Старушка пригласила ее в гости, и тут выяснилось, что Беверли это все только кажется. Милая старушка превратилась в монстра, а когда Бев выбежала на улицу, она увидела, что окна и двери дома заколочены. Тем временем Одра переживала за мужа. Она решила ехать вслед за Биллом, ведь он исчез так внезапно и был так напуган, что его тревога передалась Одре. Вечером старые друзья собрались в китайском ресторанчике, где Майк заказал столик. Когда речь зашла о Пенни Вайзе, Ричи отказался участвовать в поимке монстра. Хорошо, поедем, поболтаем, оставим проблемы за дверью. Но затем у них снова начались видения, и все убежали, так ничего и не решив. Этой же ночью Пенни Вайз явился к Бауэрсу. Он предложил ему сбежать из психушки и убить Билла и его друзей. Генри с готовностью согласился. Из ресторана старые друзья отправились в библиотеку. Тут они позвонили Стэнли и узнали, что он мертв. Решив выпить, они открыли холодильник и обнаружили там голову Стэна. Она ожила и стала насмехаться над друзьями. Затем начала происходить всякая чертовщина. Чтобы остановить ее друзьям, снова пришлось встать кругом и взяться за руки. Из библиотеки они поехали в отель. А в этот момент Пенни Вайз помог Бауэрсу сбежать из психушки. Постепенно, вспоминая прошлое, Майк и остальные осознали, что Дерри заражено злом. И они должны очистить город от него. Однако, кроме Майка и Билла, никто не горел желанием сражаться с Пенни Вайзом. Этой же ночью в Дерри приехала Одра. Она остановилась спросить дорогу у заправщика, но тот обратился к клоуном и загипнотизировал ее. Проговорив несколько часов, друзья замерзли и решили теплее одеться. Бен, Майк и Эдди отправились наверх за вещами. Когда Бен вошел в номер, к нему пришла Беверли. Она сказала, что догадалась, кто написал то стихотворение в детстве. Бев дала понять, что любит Бена, и поцеловала его. Тот взглянул на них в зеркало и понял, что целуется с клоуном. Когда его изобличили, Пенни Вайз исчез. В этот момент в соседнем номере Бауэрс напал на Майка. Он ударил его ножом, но Майк сопротивлялся. Когда на шум вбежали Эдди и Бен, Хендлан в пылу борьбы зарезал Генри. Друзья отвезли Майка в больницу, где его подлатали. Однако теперь он не может отправиться с остальными убивать Пенни Вайза. Пока Бен и Беверли ждали решения врачей у больницы, Бев призналась, что догадалась, что это Бен написал то стихотворение в детстве. Ее друг испугался, решив, что перед ним снова клоун. Но когда Беверли поцеловала его, понял, что Пенни Вайза здесь нет. Отправляя Билла на бой с клоуном, Майк передал ему серебряные снаряды, которыми они пытались убить монстра в первый раз. Повзрослев, Хендлан вернулся на место сражения, чтобы забрать их. Только вот никто не собирался помогать Биллу. Ричи и остальные решили свалить, пока еще живы. Однако Биллу удалось их переубедить. Приехав к болоту, они спустились под землю и нашли сумочку Одры. Билл понял, что его жена сейчас в лапах Пенни Вайза. Друзья двинулись дальше, и тут дорогу им преградил Джорджи. Но Билл сумел удержаться и не поддался на уловку Пенни Вайза. Они использовали бумажный кораблик Джорджи, чтобы найти вход в логово монстра. Тут они обнаружили людей, опутанных паутиной. Среди них была и Одра. Затем появилось паукообразное существо, которое и являлось тем демоном, что принимает облик Пенни Вайза. Беверли попыталась прикончить его, но промахнулась. Пока она искала серебряные снаряды, Эдди напал на монстра. Однако существо схватило и его. А когда Беверли все-таки пристрелила паука, он бросил Эдди, и тот умер. Существо еще не погибло и пыталось спастись, но друзья догнали его и добили голыми руками. После этого они разъехались каждый в свою сторону. Бен и Беверли поженились и родили ребенка. Майк постепенно выздоравливал в больнице. Ричи поехал сниматься в фильме. После их подвига в канализации Дерри, Билл пытался помочь Одре, которая повредилась рассудком после всего случившегося и оцепенела. Билл посадил ее на велосипед, чтобы прокатить с ветерком. Когда-то он точно так же спас от Пенни Вайза Стэнли. И в этот раз поездка тоже помогла. Одра постепенно пришла в себя и стала прежней. Со временем друзья забыли о Пенни Вайзе и пережитых ужасах. Продолжение следует...